В Беларуси усовершенствуют подходы к финансированию тепловой модернизации жилищного фонда. Сегодня практически весь жилфонд находится в частной собственности граждан, а модернизация ведёт к улучшению потребительских качеств жилья и росту его рыночной стоимости. Прорабатывается механизм, в каких пропорциях и на каких условиях этот процесс будет финансироваться государством. Также Министерство жилищно-коммунального хозяйства намерено обязать беларусов платить тепло только по индивидуальным счётчикам. От этого должны выиграть и жильцы квартиры государства. Университет физкультуры отмечает 80-летие. ВУЗ дал возможность сделать успешную спортивную карьеру многим студентам. 137 выпускников стали победителями и призёрами Олимпийских игр. Здесь получили образование многие легендарные тренеры. В рамках празднования юбилея сегодня открылась Международная научно-практическая конференция «Система подготовки спортивного резерва». В ней заявлено 600 участников из Беларуси, России, Польши, Германии и Латвии. Сегодня в университете обучается около 5000 человек. Августовский канал включат в трансграничные велосипедные и водные маршруты. Безвизовый режим въезда в парк действует уже год. Он вызвал приток туристов. С начала года канал посетили 85 тысяч человек. Это на 14 тысяч больше, чем в 2016. Количество иностранных туристов выросло более чем в три раза. Сейчас там создают маршрут «Август-вело», который станет частью международной сети «Гринвела». Кроме того, активно продвигается водный трансграничный путь по каналу и реке Неман по территории Польши, Белоруссии и Литвы.